Всем привет, мои дорогие друзья! Рада приветствовать вас со себя на канале. Ну что, друзья мои, сегодня мы с вами откроем посылочку из интернет-магазина Uso Creation. Я ее уже открыла, но еще ничегошеньки не смотрела. Хотела вместе с вами поделиться с отзывами и своими впечатлениями, потому что мне очень было интересно познакомиться с этой аналоговой парфюмерией. Я уже, в принципе, в разных магазинах пробовала аналоговую парфюмерию. Что-то мне нравится больше, что-то мне нравится меньше. А с этим брендом я еще была не знакома. Линейка Uso и Enfes представлены в Золотом Яблоке, по-моему. Стоят они и в Литуаль, насколько я знаю. Также есть интернет-магазин, также торгуют они на площадках Valber's Zone. И на сайте у них проходят очень часто акции. Я знаю, что сейчас у них при покупке на 4 тысячи рублей бесплатная доставка. Вот я сейчас листаю, смотрю, что при покупке флакона парфюма именно из линейки Uso Paris идет в подарок сет из пробников. Ну, в общем-то, полистать, если разные есть акции, 5% при оплате онлайн. Еще при покупке двух ароматов Uso подарок шампунь. Еще, оказывается, шампунь выпускается. В общем, всякие парфюмерные лосьоны, спрей, точнее, для тела. Ну и я скажу, что здесь довольно-таки большой ассортимент такой. И вот, да, появились шампуни даже. И уход за волосами. Ну и, в принципе, меня заинтересовало. Раньше я была незнакома, в общем-то, с этим всем. Друзья мои, у меня вот посылочка, как я вам сказала, давайте мы ее сейчас откроем. Первое, что мне попало здесь, это вот такой лифлет, как сказать. Бумажечка такая. Здесь указаны номера ароматов, которые можно взять. Это ароматы, которые вдохновлены известными, самыми известными. В общем-то, здесь все такое, что на слуху. Так, что я знаю сама, что Усо это турецкая компания, а под линейкой вот это Энфес сделано в России, насколько я знаю. Ну и давайте, в общем-то, посмотрим. Я еще сама ничего не открывала. Здесь есть номера. Я себе, кстати, выбрала пять ароматов, которые меня заинтересовали. С некоторыми оригиналами даже я знакома, а некоторые для меня вообще абсолютно будут незнакомы. Но сначала, ребят, я вам покажу вот что. Я себе решила попробовать взять вот такой спрей для тела. Я еще его не открывала. Я себе выбрала вот такой с ванилью, ванила, табак. Я уже покрутила, повертела. Миньяк называется. У них, наверное, такая подлиннейка. И сделана она в Турции. Также здесь указан состав на упаковке. И вот, мне кажется, как подарочный вариант, когда вы идете в гости, здорово взять такое. Давайте, ребят, попробуем, что это за такое. Здесь 150 миллилитров. Это профимерия для дома, для ароматизации помещений. Вот такой здесь со спреем, в общем-то, бутылечек. Давайте посмотрим. Ну, мне нравится с упаковки, сразу уже приятно. Ну, сейчас мы с вами это все дело распылим и посмотрим, как оно здесь все. Так, open. Вот так. Хорошее такое распыление. Ванила, табак. Да, приятный такой аромат. Сладкий, табачный. И такой довольно-таки насыщенный. Мне кажется, здорово. Я люблю такими средствами использовать, например, в прихожей, в зале и ароматизировать помещения. Например, для ванной комнаты я выбираю что-то водянистое, либо цветочное. Очень классная такая душка. Очень насыщенная. Буду тестировать дома. И, скорее всего, также в роликах, в пустых баночках. Потом я вам про это все расскажу. Так, ребята. Да, приятный такой табачности. Сладенький такой аромат для дома. Классно. Друзья, дальше я покажу. Вообще, очень классная штука. Я наткнулась, когда искала. Я вообще люблю такие еще для машин брать. Вы меня неоднократно видели раньше в роликах для дома. И вот для дома. Там у них есть одна, значит, такая с цветами. Как вазочка с цветами. Ароматизатор для дома. И вот такой вариант мне понравился. Я выбрала аромат миндаль с вишней. Cherry almond. Также под линейкой вот это Miniac называется. Смотрите, как здорово сделано. Здесь еще и голографическая наклеечка. Сейчас мы с вами все это посмотрим. Очень красиво оформлено. Друзья, я еще не открывала. Сейчас вместе с вами все-таки откроем. Мне вчера посылочка приехала. Ой. Ой. О, аромат уже идет отсюда. Это просто бомбезда. Так. Здесь, значит, смотрите, вот так отдельно идет жидкость. Я заинтригована. Здесь идут вот такие палочки. Так. Вот такая штучка. Так, ребята. А, отдельно идет такая вазочка. Вазочка, друзья мои, идет отдельно. То есть мы сюда, значит, в эту вазочку перельем жидкость. В нее вставляется вот эта штучка. Вставляются палочки. После того, как я сниму ролик, я вам поставлю все это дело. И в конце видео покажу, как это смотрится на столе. Сейчас я переливать ничего не буду. Мы, значит, вот эту жидкость зальем туда. И вот такая вазочка будет, которую также можно будет использовать. Я так полагаю, и потом. А аромат я уже чувствую. Чувствую аромат. Вот, друзья мои, это в направлении Тома Форда. Такое, да. Ну, понятно, что это не как парфюмерная вода, а как парфюм для дома. Здорово. Мне это очень нравится. Так, палочки здесь вот такие фетровые. Здесь пять палочек и здесь пять отверстий. Так, ребята. После видео я вам все сниму. И обязательно досмотрите до конца. Мы с вами посмотрим, как это будет смотреться в интерьере, так сказать. Я сделала подсъемку. Очень здорово. Можно использовать будет ее в следующий раз. Так, ребята. А теперь самое интересненькое, мне кажется. Да? Ой, запах стоит потрясающий. Косточку чувствую, вишню чувствую, специи. Вот так это будет выглядеть все, когда я поставлю. А, наверное, еще эти палочки красятся в красный цвет. Я так полагаю. Ну, здорово. Я такие штуки люблю дарить в подарки. Когда я иду в гости, не знаю, что надо, что подарить. Такое не очень дорогое, но в то же время, чтобы это пригодилось для дома. Здорово, мне кажется. Правда? Семейной паре можно подарить. Три крови там, да, например. Бабушке даже. Почему нет? Так, ребята. И теперь у меня самое-самое интересное. Ребята, что же я взяла? Я взяла пять ароматов. Пять ароматов, которые меня очень заинтересовали. Смотрите, что у нас здесь. Во-первых, мне понравилось, что оформление вот такое, тридцаточки. И оформлено это, то есть уже по упаковке понятно, что это за аромат. У меня аромат будет в направлении, которым вдохновились. Эфес, как у Сода, ну, в общем-то, наверное, буду говорить Эфес. Манго Скин. Это сочный манговый аромат с яркой нотой манго. Я с ним познакомилась впервые, когда была игра «Восьмое чувство рандеву». Мне он очень понравился тогда. И я до сих пор, у меня нет никакого ни аналога, ни оригинала. Давайте мы с вами откроем. Здорово, что сделали вот такие коробочки. Смотрите, что, то есть, если стоит у вас несколько ароматов, когда вы тянетесь за каким-то друзьям и ароматом, вы не спутаете. Потому что я видела ранее, у меня, кстати, еще не было их ни разу, но я видела в обзорах, что раньше упаковки были все одинаковые. И надо было смотреть номера. А здесь приходит вот такой бутылечек. И здесь 30 мл. Вот так это выглядит. Очень приятно. Смотрите, меньше моей ладони. Тридцаточка вот такая. Ой, ну, прикольно. На самом деле, они стоят по 950 рублей. Такая тридцаточка. И написано, сам название аромата, манго скин. Ну, естественно, в направлении, да, манго скин. Так, ребята, сейчас мы с вами попробуем, что же это за такое. Кстати, смотрите, как здесь сделана вот эта завальцовка. Ну, в принципе, хорошо, ничего не торчит. Ой, друзья мои, спадает у меня пульвик. Ну, давайте пробуем. Вот такое распыление. Друзья мои, правда похоже. Здесь я чувствую какую-то зелень сочную. И чувствую явно сладкий такой аромат манго. Ой, сладко. Аж прям клубничный, земляничный манго. Кстати, на слепых затестах я тогда спутала сначала с земляникой. Но потом я все-таки назвала, что это пахнет как мультифруктовый сок. Это будет классный аромат на весну и на лето. Такой тропический, сочный, очень классный. Друзья, мне кажется, здорово вот так вот выглядит это оформление. Мне лично очень нравится. Рука к такому будет тянуться, правда? Ну, здорово же. Так, ребята. Ой, слушайте, классно. Другие ароматы мне будет сложнее сравнивать, потому что у меня нет оригиналов. Я просто бы хотела познакомиться с теми, с которыми была раньше не знакома. Ну, это просто пушка. Так, ребята, давайте посмотрим дальше. Я взяла аромат, который аналог на аромат Джо Малонг. Wood Sage Sea Salt. В общем-то, морская соль. Давайте попробуем, узнаем, что это такое за аромат. Аромат Джо Малонг стоит в районе, по-моему, 16-20 тысяч. Это такой, как одеколончик, у которого не так мерная вода идет. Поэтому манго, это вообще очень похож. Друзья мои, ну, правда, ну, очень похож. Я не знаю еще, как по стойкости будет, и как оно будет раскрываться ближе к базе. Но схожа, потрясающе. Причем манго скин сейчас от Вильгеймплей кофемерит сколько стоит? Наверное, тысяч, ну, около 20. Так, ребята. Опять же, 30-очка. У кого большая коллекция, мне кажется, здорово. Вот такой ароматик, Wood Sage Sea Salt. Этот аромат унисекс. Давайте мы сейчас с ним познакомимся. Очень интересно. Знаете, такой аромат очень прозрачный. Слегка-таки сладковатые нотки. Действительно, какие-то морские, озоновые. Я не знаю, что там в пирамиде у Джо Малон. Звучит это очень прозрачно. Знаете, так пляжно. Это летний будет абсолютно вариант. Очень-очень такой легкий. Ну, по крайней мере, вот на первые ноты, на первое ощущение. Да, я чувствую какие-то и слоноватые нотки. Не древесные, а вот какие-то такие морские. Очень легкий, очень воздушный аромат. Друзья мои, буду его разнашивать, естественно. Первые впечатления. Легкий-легкий такой, полупрозрачный, ненавязчивый аромат. Друзья мои, давайте мы с вами сразу сейчас откроем их все. А, кстати, ребята, я не увидела. Мне даже здесь вот вложили блоттеры. Друзья мои, вы только гляньте. Инфес мне положили блоттеры. Вообще, я люблю и слушать аромат вот просто так. Но блоттеры всегда нам с вами пригодятся. Так, следующий аромат я взяла Blackberry A Bay. Это тоже аромат в направлении Джо Малон. Здорово. Как же это все мне интересно. Очень красиво сделаны коробочки. Действительно постарались. И слюда здесь есть. И это очень, так сказать, ну, в подарок даже можно подарить. То есть слюда есть, название есть. Здесь написано изготовитель ООО Parfume Elite. Россия, город Москва. Ну и здорово. Так, ребят, давайте попробуем этот аромат. Вот так это выглядит все сейчас. Мы с вами распылим. Blackberry. Какие-то темные ягоды. Давайте посмотрим, послушаем. О, смородину. Я ощущаю черную смородину. И такой даже и лист черной смородины. Классно. Классно. У меня есть аромат из черной смородины. Мне нравится. Я еще, кстати, планировала взять себе лалик обязательно с черной смородиной на будущее. Лепестки и зелень, и ягоды. Яркий, сочный такой зеленый аромат. Свежий, такой классный. Ну, такой тоже легкий. Это тоже буду я использовать, скорее всего, либо зимой, когда у меня хандра, чтобы вот эту зелень ощутить. Такая натуралистичная зелень. Кстати, ребят, нет никакой такой базы, знаете, маслянистой. Я ее не ощущаю. Очень классно пахнет свежей черной смородиной и лепестками. С зеленым лепестком черной смородины. Блэкбери. Возможно, в пирамидке аромата что-то есть еще, но я здесь ощущаю явно вот эти черно-смородиновые ягодки, такие кисленькие и сочные. Так, друзья мои, у меня еще два аромата, и мы сейчас их с вами тоже откроем. Так, Мемо Марфа. Классно, что оформление. Ручка будет сразу тянуться. Не надо искать, не надо читать, что такое, на что этот аналог, да. Вот такой глазик. Это аромат про Тубироза должен быть. Ну, я, кстати, у меня нет ни одного аромата Мемо. У меня, по-моему, только есть из слепых затестов африканская, что ли, кожа от Мемо. А с Марфой, друзья мои, запаковано так прямо отлично, что... Так, открываем. Я не знакома. Вообще, мне нравится, как оформлена эта линейка у них, по-моему, такие кирпичики, такие строгие. В общем, Тубирозы я люблю. Сейчас мы познакомимся с этим ароматом, ребята. Да, здесь такой вот глазик нарисован. Ну и понятно, что это уже оформлено под стилистику оригинального аромата Мемо. Ну, давайте попробуем. Будем искать Тубирозу здесь, сливочную, хищную, не знаю, не знаю. Да, ребят, да. Чувствую здесь Тубирозу. Даже, я бы сказала, она здесь на грани. Такая мощнецкая. У меня самая мощная Тубироза, это от Корлов аромат розовый флакон такой. И у меня мощнейшая Тубироза, Гуччи Амброзия Дифиори. И вот здесь, друзья мои, я ощущаю вот эту самую Тубирозную нотку. Но она здесь такая тоже полупрозрачная, не активная. Ну, это бело-цветочный, холодный такой аромат. Я такой люблю. Это такой женственный. Я вообще люблю вот эти вот все запахи белых цветов. Иногда они могут меня напугать, но этот аромат очень-очень прозрачный. Он не насыщенный, он не густой. Я такие вообще люблю духи носить на прохладную весеннюю погоду. Вот больше всего люблю в марте, в апреле вот эти бело-цветочные все духи с лепестками вот этой вот белой такой жирненький. Магнолии люблю, Тубирозы, Жасмины, Флюрдоранч люблю. Но Флюрдоранч, он цветок апельсина, он может быть, как сказать, немножко он от меня все-таки отличается от всех остальных белых цветов. Тубирозу сложно перепутать. Она, здесь она хорошая, друзья мои, не пугайтесь. Если вы боитесь Тубироз, то я думаю, что она вас не испугает. Так, друзья мои, и остался у меня еще один аромат. Это аналог на бренд Зелинский, Ванила Бленд. Вообще, это аромат, по идее, про моно-ваниль. Ну, мы сейчас посмотрим. У кого-то я такое видела, по-моему, Татьяна Миронова на канале. Я видела тоже, она Инфеса на себе заказывала, именно ванила-бленд. И она сказала, что это не моно-ванильный аромат, и ей он понравился. Я решила, что я тоже хочу, чтобы у меня такой аромат был, друзья мои. Потому что я хотела, чтобы у меня было что-то и свежее, и сладкое, и цветочное. И решила, что надо взять разные ароматы. Причем у меня нет ни одного аромата в Зелинске. Открываем. Сейчас мы посмотрим, что же это такая за ваниль. Так, друзья мои, первый пшик. Очень тоже легкий. Дайте на себя даже нанесу его. Очень легкий. Они такие, знаете, все неплотные ароматы, довольно-таки такие легкие. Ну да, я здесь чувствую приятную такую пудровую ваниль. И слегка какие-то мягкие. Надо мне его будет разносить. Друзья, чувствую сейчас реально моно-ванильный аромат. По-моему, Татьяна Миронова говорила, что здесь еще какие-то фрукты она ощущает. Возможно, я тоже их потом услышу. Но радует... Вот она. Приятная, нежная кондитерская. Вот для меня кондитерская, наверное, ваниль. Ванилин даже такой, пудровый такой ванилин. Очень-очень приятный, очень нежный. Не очень сильно сладкий. Сладкий, нежнейший, тонкий такой. И прям такой, мне кажется, будет легкий-легкий. Такой аурашлейф будет не очень сильный. В принципе, все ароматы, вот как на первое мое впечатление, они не сильно такие не ядреные. Я пока что, еще на сейчас, не ощущаю никакой такой моно-базы. Знаете, бывает в ароматах какая-то моно-база. Я такую базу чувствую в ПД Пари, например. Но в каких-то ароматах она сильнее, в каких-то меньше. Здесь я такого пока что не ощущаю. Возможно, когда я поношу эти ароматы несколько дней, я вот учую вот этот вот, да? Ну, в целом, хорошо. Но пока фруктов не улавливаю. Приятный такой нежный ванильный аромат. Так, друзья мои, я довольна. Мне из этих ароматов пока что на сейчас нравятся, наверное, все. И я, мне безумно понравился вот этот вот черная смородина в Блэкбери. Манго скину, мне очень понравилось. Марфа. Слушайте, ну, все, каждый по-своему хорош. Я сейчас еще вот этот ароматизатор, наверное, поставлю, чтобы он у меня сразу стоял и подсниму вам. Друзья мои, я, наверное, вам оставлю ссылку на интернет-магазин. Я знаю, что сейчас они присылают на почту промокоды, можно будет им воспользоваться. У меня промокодов никаких своих личных нету. Ну, можете, в общем-то, по ссылочке пройти, познакомиться, если вам интересно. Буду с удовольствием пользоваться, буду с удовольствием разнашивать. Плюс то, что классная упаковка. Плюс то, что здесь тридцаточки. Еще классно то, что много акций там разных есть. И большой ассортимент, в принципе, и ухода тоже там за телом, за волосами. И то, что я лично очень люблю еще ароматы всякие разные для дома. Мне кажется, это здорово. Друзья мои, наверное, теперь я буду с вами прощаться. Всем спасибо, что вы со мной были. Не забывайте обязательно ставить лайки, подписываться на мой телеграм-канал, на Яндекс.Дзен. Ссылочки, все свои контакты я оставлю внизу. Ну, наверное, я с вами прощаюсь. Побежала. Всем пока! ПОДПИШИСЬ!